Телефон доверия. До 2000 звонков ежедневно принимают операторы горячей линии гуманитарного штаба Рината Ахметова. Всего за два года работы за помощью штаба обратились более полумиллиона мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. О чем просят, узнавала Татьяна Блинова. Детки маленькие, до 18 лет. Мамы одиночки, многодетные семьи. Ольга Беляева не понаслышке знает, что происходит на Донбассе. С первого дня работы горячей линии гуманитарного штаба Рината Ахметова она помогает людям, которые оказались по ту сторону мирной жизни. Помню, был момент, когда звонил мужчина, который находился в Киеве, и он отправил свою семью с маленьким ребенком. Вот этот кусочек Широкина, Сопина, вот там отдыхала семья. Именно там начались бомбежки, и он просто, ну, человек кричал от ужаса. Работать было очень сложно, вспоминает Ольга. Каждый оператор принимал более 500 звонков. В сутки доходило до 14 тысяч обращений. Люди просили вывести их детей. Благодаря штабу Ахметова с мая по ноябрь 2014 года было эвакуировано 34 тысячи мирных жителей, из которых более 13 тысяч – это дети. Люди звонили и звонили. Первое время слышать звонки было просто нереально сложно. Люди просили вывести их. Старики, нележачие инвалиды, маленькие дети. Из-за военных действий на Донбассе начались перебои с продуктами, вспоминают операторы. Огромное количество звонков с вопросами о том, где и как получить наборы выживания. Голод – это самое страшное, что может настить человека. Поэтому от голодной смерти, я думаю, что там очень много людей спаслось благодаря этим продуктовым наборам. Сегодня Игорь Хаджинов возглавляет горячую линию штаба. Два года назад он сам принимал звонки о помощи. Вспоминает, реагировать приходилось мгновенно. Самые тяжелые, наверное, были это срочная медицинская помощь, когда требовалось либо переливание крови, либо срочное проведение операции. Очень оперативно, буквально в минуту, и все это происходит. Потребность в еде и лекарствах возглавляет список обращений на горячую линию штаба Ахметовой сегодня. На сегодняшний момент, спустя два года, очень сложно переоценить вот ту огромную задачу, которую выполнила в 2014 году и выполняет сейчас горячая линия. Но, к сожалению, горячая линия обрывается и сейчас, когда усиливаются военные действия. Круглосуточно звонки от мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения принимают 17 операторов колл-центра гуманитарного штаба. За два года работы на горячую линию поступило почти 600 тысяч обращений. Татьяна Блинова, Александр Шмырев, Телеканал Донбасс.